Здравствуйте, меня зовут Оксана Осинина, и я буду рассказывать о том, как мы ведем пропаганду красоты и расселения из городов. Я живу в Крыму, я туда переехала в 2015 году, по большой любви, первый раз в жизни увидела Крым и поняла, что здесь я себя чувствую дома, и мне срочно надо туда переехать. Это был просто переезд в никуда, у меня не было ничего, ни одного знакомого человека, но когда вы это ощущение «я дома» испытываете впервые, невозможно от него отказаться, за ним возможно только следовать. И здесь тогда не нужны никакие гарантии, вообще ничего не нужно, то есть ты начинаешь следовать, и дальше уже жизнь тебе начинает помогать. Так вот, в Крыму что мы начали делать? Мы занимаемся такой штукой, то есть мы поняли, что у нас в стране огромный потенциал, и у нас огромные ресурсы, и можно делать вообще все, что угодно. У нас очень богатая во всех смыслах страна, но для того, чтобы все это происходило, нам нужны, конечно же, люди. И вот как только что звучал пример, нам нужны люди, не которые приходят и все время спрашивают, дайте нам, почистите, а когда вы нам дадите, а прочее. То есть нам нужны люди, у которых сознание не потребителя, не ребенка, потому что потребитель – это ребенок, он все время думает, что есть кто-то его старше, взрослее, который ему что-то даст. И вот это сознание потребительства, оно очень долго поддерживалось, практически 30 лет, то есть те, кто еще застал жизнь в Советском Союзе, помнят, что у нас тогда взращивались люди-творцы, то есть люди, у которых была ответственность как минимум за свою собственную жизнь, за то, что человек делает, и за некую территорию вокруг него. Вы помните, что для нас коллективные субботники были нормой в то время. Ну так вот, и чем мы занялись, мы поняли, что надо срочно менять вот это сознание потребительское, детское, на сознание человека-творца, на созидательное, и делать это какими-то очень простыми вещами, очень понятными. Например, реализовывать потребность человека, любой человек хочет красиво жить, то есть у нас вообще базовая потребность только в том, чтобы красиво жить, у каждого это свое, да, кто-то красиво это пошел в филармонию слушать, да, кто-то красиво в горы пошел, а кто-то красиво что-то купил, и чтобы его там любили и принимали. И мы начали просто, как бы предложили людям, сейчас, две у нас вот эти вот идеи, которые мы начали говорить, мы начали говорить о том, что нам пора переходить к созидательному мышлению, да, и вторая идея, которую очень хотелось людям показать, опять же, она не новая, это идея сообразить на троих, что вместе мы очень многое можем, и можем сделать это легко. Ну, то есть то, что один человек может за всю жизнь не сделать, если там сто человек собрались, это будет легко и быстро, да, и как бы для всех хорошо. Так, следующее. Что мы сделали? Мы нашли дома старые в Крыму, самые обычные бабушкин дома, то есть у нас была задача показать людям вообще, что у них, что у нас вторая проблема, да, вот у этого потребительского сознания, что человеку кажется, что у него вечно чего-то нет, у него что-то не то, ему не хватает там того-сего, образования, денег, там, не знаю, было каких-то еще что-то. Наша задача была показать, что у вас все есть прямо сейчас, это просто надо, ну, как бы осваивать и начинать с этим работать. И что в нашем прошлом есть очень много, ну, как бы ценного, да, и сама-то я, конечно, очень люблю там дворцы и усадьбы старинные, да, но, как бы пошли мы просто с того примера, который у каждого либо был в реальной жизни в детстве, да, либо он об этом мечтал. Просто мы пошли показывать людям, какими могут быть классные обычные бабушкины дома, на которые сейчас никто не обращает внимания, да, которые сейчас по всей России стоят великолепные дома, вот недавно в Архангельской области роскошные дома смотрели, стоят 600 тысяч рублей, 600 тысяч рублей. Но, как бы, пока эти дома никто не ценит, а на самом деле это правда наше богатое прошлое и большой потенциал, и вот как раз это некий мост, да, я не могу сказать, что мы своей деятельностью вынуждаем или там заставляем или показываем пример именно переселения, но мы являемся неким таким мостом между вот я хочу, а вот здесь вот я это сделал, да, а вот здесь мы показываем, что это не так уж и сложно, и что, ну, как-то сменяем вот эти вот какие-то установки, да, потому что на слове деревня у большинства возникает какая-то очень сложная и трудная жизнь, а на самом деле нет, да, или там за город. А что мы там будем делать, а где мы будем работать? То есть мы своей деятельностью меняем вот это вот парадигмы мышления и создаем из сельских или там отдаленных или деревенских территорий такой потенциал манкости, что ли, да, потенциал как бы желаемого, то есть мы делаем из них, ну, то, что является мечтой, показываем, что вот когда человек что-то хочет, вот понимаете, вот я влюбилась первый раз в Крым, да, и тебя ничего не останавливает, никакая логика не работает, ты понимаешь, что если ты начинаешь за этим двигаться, то ты найдешь решение под все, то есть задача, вот когда мы говорим там о развитии сельских территорий, мне очень нравится то, что как бы был пример вот ваш с Теребиркой, да, то есть самые главные условия – это любовь и внимание, да, как только вы начинаете людей влюблять, сторонние ли это люди или это люди внутри, потому что когда мы начали там делать первый проект и первый дом, люди, которые у нас жили на этой территории, там было 15 домов, они, то есть просто я, когда приехал, я, ну, сразу увидела и сказала, берем, потому что это вид, который просто сносит голову, да, это очень роскошный вид, он прям вот вдохновляет так, а люди, которые там живут, они этого вида не видят, ну, то есть, а что такого, да, а что вот, да вы что, это просто вид на миллиард, просто на миллиард, а потом, когда они начали уже нашими глазами на свое собственное место смотреть, они начали это видеть, то есть вот любовь – это вообще основа и залог всего. Так вот, мы взяли обычные бабушкины дома и предложили людям, давайте мы вот сейчас вместе их все выкупим, это тоже такая новая форма, она похожа на это, на это, на это, да, но это было просто решение. Выкупим и сделаем ремонт все вместе, разделим там эту задачу на 100 частей, то есть не 100 собственников, не 100 там чего-то, просто вот, ну, у нас есть там 100% результата, да, мы делим это на 100 человек, каждый делает одно действие или один шаг, 1% вкладывает, и у нас у всех вместе получается 100% результат. И это легко и красиво и быстро, вот, то есть, это то, что мы тоже хотели показать людям, что вместе очень выгодно и легко что-либо делать. И брали изначально места, которые не туристические, то есть, тоже для того, чтобы оттестировать, насколько быстро мы сможем вообще любую точку ввести и сделать ее известной, просто благодаря там любви и вниманию, да, вот, все наши дома, они неизвестны, никто до этого про них не знал, и про поселки тоже не знал. Ой, да, вот, ну, это уже тут женщина красивая, значит, вот это вот... Сразу второе, мне кажется, лучше. Слушай, да, я просто покажу, вот, смотрите, это просто реально самый обычный дом, да, и ничего там не было крутого, кроме вида, прям обычный, то есть, ну, в него так вот не влюбишься. Ну, мы влюбились в само место и в вид. Вот он был вот таким вот, 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 каким мы его увидели первый раз, да. Дальше это вот внутри он там, фото, где у нас одна из попечителей стоит, стены обнимает. Это, кстати, из Москвы она приехала. Я еще скажу, что у нас практически все попечители, это женщины, и они практически все живут в разных городах России, то есть, это не крымчане. И это люди, которые, женщины, которые очень быстро откликнулись, их любимая фраза была, ничего не понятно, но очень интересно. То есть, вот, это прям ничего не понятно, но очень интересно. Понимаете, с мужчиной такой номер бы у нас не прошел. Ну, и чем мы занимаемся, да, то есть, мы все стараемся делать сами. Ну, понятно, что какие-то там работы отдаются строителям, но, в принципе, вторая линия, которую мы ведем, да, что труд – это привилегия. И вот у нас здесь, например, вот женщина прекрасная в белом платье, которая кусты стрижет, на самом деле у нее штат садовников своих собственных в Москве. Но она приезжает в Крым, едет за 200 километров от своего дома, чтобы кусты подстричь, понимаете? Вот это вот ощущение, что ты вместе с кем-то трудишься, и ты видишь вот этот результат, он просто реально в прямом смысле дорогого стоит. Людям хочется это испытывать. Вот мы, девушка в купальнике, это мы в прошлом году дом красили сами. Собрались шестером, ну, сказали, нам надо бы поработать, вот что-то хочется поделать. Вот собрались, уехали на два дня, купили извести, по-моему, извести. То есть долго мы собирались, не знали, из чего украсить, потом приезжаем, он говорит, известь 200 рублей. И у нас это и приключение было. То есть мы эту известь развели, мы ее там загасили. А когда работаешь, то загораешь лучше, что гораздо. Отлично, а, представляешь, у нас дом на горе стоит, и вот просто шесть женщин в купальниках красят этот дом, мимо ездят машины и притормаживают. Очень красиво все спрашивают, что происходит. Вот такой вот он стал, да, вот я сейчас просто еще раз покажу. Вот он был, а вот такой он стал, ну, буквально через год. Это все результат просто нашего совместного труда. То есть прям дом красавчик. Ну, то есть это внутри, это тоже внутри. Вот это наши виды, видите, там озеро, гуси ходят. Очень терапевтично. Это мы, ну, то есть мы начали это делать в 20-м году. Два года мы это делали. Ну, то есть два года у нас была просто активная работа, когда мы там в неделю проезжали по 600 километров, потому что надо было там стройку ездить, контролировать. Ну, какая-то такая, покупали, что-то делали, строили. Потом у нас началась спецоперация, и мы как бы поняли, что сейчас надо от, условно говоря, материальных каких-то действий, да, перейти к, ну, к неосязаемым вещам. И нам на два года пришлось заняться настроем женщин, потому что тоже благодаря вот этой работе с домами мы увидели, что вообще, в принципе, какой у нас у женщины настрой. Там женщина – это проекция жизни. Если у нас женщина приуныла, да, то это все. Ну, то есть ничего не поможет. И вот два года мы как бы занимались не домами, а женским настроем, да, чтобы у нас… У меня есть картина любимая Макеева, там вот, может быть, вы ее видели, там женщина стоит, руки в боки, да, у нас женщины смеются, поза сахарницы. И вот от уныния как бы мы женщин вели, скажем, вот мы не можем себе сейчас позволить никакого уныния, да, мы должны вот встать в эту позу сахарницы и сказать, «Так, сейчас мы тут порядок наведем, все». И за этим мужчину подтянутся. И наводите. Да, я заканчиваю. То есть вот смотрите, опять же, самое главное, да, в любом процессе, абсолютно в любом, это любовь и внимание. И вот у нас небольшие и того вот по первому дому, который мы делали. То есть с чего мы начинали? У нас там было 15 домов. То есть мы выбрали самый просто неизвестный там поселок, да, в Крыму. Не туристическое место, далеко от моря, далеко от основной дороги. 15 домов, а фактических жителей там было 7, потому что там несколько, ну, как бы домовладельцев купили себе по 3-4 дома. И вот через 2 года вот этого движения, то есть местные не верили, они просто, когда мы пришли, этот дом, смотрите, сначала мы сказали, здесь нет воды, а у нас дом стоит на скале. Они говорят, воды не будет никогда. Да, мы сказали, будет. И когда мы нашли воду, мы прям знали, знаете, женщина всегда знает, будет вода или не будет. Если женщина решила, что вода будет, у нее нет вообще просто шансов. И, ну, мы так ее и добывали. То есть мы пришли, привели дядю Жору с рамочками, потом это приехала бурильная машина, говорит, здесь скала, здесь воды быть не может. Вы делали там какие-то геодезические исследования? Мы говорим, нет, у нас дядя Жор с рамочками. Они говорят, вы сумасшедшие, но как бы за ваши деньги мы попробуем. И мы нашли воды в этот момент. Ну, то есть, как бы мы знаем, да. Местные все пришли. В этот момент, естественно, тут же повысился, как только, понимаете, как только начали люди на эту территорию приходить, ведь начали расти цены. То есть, понимаете, цены на недвижимость выросли за время нашего пребывания, по-моему, в два или в три раза. То есть, если первый дом у нас там стоил миллион двести, то сейчас это уже стоимость домов там в районе трех миллионов. Еще не все продают, а понимают, что что-то в этом месте есть, и надо подождать. И какие изменения, да, появились, вот к семье появились три новых домохозяйства. Вокруг нас были поля прекрасные, незасеянные. За это время, когда люди увидели, что здесь есть какое-то движение, появились два сельхозпроизводителя. То есть, нас высадили два отдельных человека с разницей в год, ну, или предприятия, огромные сады. То есть, дом еще окружает сады. Одна семья переехала на постоянное место жительства. Сто человек, вот тоже интересно, то есть, сто человек, вот эти вот люди, которые живут по всей России, наши женщины, они ведь как к этому относятся, понимаете, не как туристы, они это место считают своим домом. То есть, представляете, было там, условно говоря, семь семей жило, а тут появилось минимум 100 человек, потому что у каждой женщины тоже еще есть своя семья, которые вот это место, в котором они, может быть, даже еще не были, они считают своим. То есть, раньше в Советском Союзе вот эту горизонтальную связь делали за счет того, что там в армии отправляли служить в другую сторону, да, или там мы ехали на картошку или куда-то. Мы вот эту связь горизонтальную со страной таким образом, через чувствование, через мое обеспечили. Ну, и более тысячи человек там по всей России любят это место конкретное, да, и там наши хотят и мечтают туда приехать. Ну, вот мы тоже с первого же мечтаем. Ну, вы там были. Нет, мы уже были. Вы там были, да. Ну, в общем, любовь и внимание. Любовь и внимание – залог, да. И женское вот это вот так. Спасибо. Спасибо.